Денег нет, ничего нет. Трудовые мигранты из Центральной Азии и Турции, проживающие в Москве, в общежитии гостиницы «Памир Альянс» подверглись жестокому нападению со стороны вооруженных людей в масках. Об этом сообщает информационное агентство «Фергана» со ссылкой на юриста Валентину Чупик. Как пишет Иа Фергана, 26 апреля в 4.30 утра люди в черной форме и в масках с автоматами вторглись на территорию общежития. Затем вытащили мигрантов из комнат, избили и заперли в нескольких помещениях. В заперти в одной из комнат находилось примерно 85 человек. Их было так много, что они могли только стоять. В 7.30 утра их выпустил прибывший на место происшествия ОМОН и потребовал паспорта. Когда мигранты вернулись в свои комнаты, они увидели, что там выломаны двери, сломаны шкафы, разворошены постели. У людей пропали деньги. Больше всех пострадали двое граждан Турции. У одного пропало 115 тысяч рублей, у другого – 1200 долларов. У гражданина одной из стран Центральной Азии пропали 77 тысяч рублей, у другого – 69. Остальные пострадали чуть меньше, у них были украдены от 5 до 22 тысяч рублей, рассказала Чупик. По словам юриста, прибывший в 7 утра на место событий ОМОН, вымогал у трудовых мигрантов по 2000 рублей, чтобы вернуть документы. Валентина Чупик с командой правозащитников прибыла на место происшествия в 14.00, ранее вызвав опергруппу. Оперативники раздали мигрантам бланки заявлений и начали опрашивать. Появился местный участковый. Майор, которого я при встрече опознаю, на просьбу представиться, он ответил отказом. Который пытался диктовать мигрантам, что и как надо писать. В частности, что неизвестные люди, которых я не смогу опознать, тайно похитили у меня такую-то сумму денег, которую я считаю незначительной. По словам самих трудовых мигрантов, у них нет никаких сомнений в том, что нападавшие с автоматами являлись сотрудниками силовых структур. А явно ангажированное поведение сотрудников ОМОНа лишь укрепило уверенность в этом. Узбекистан и АО «Первый канал России» в рамках медиакоммуникационного сотрудничества создадут совместный телеканал. Данный вопрос обсуждался 16 апреля в Ташкенте в ходе встречи министра информационных технологий Узбекистана Азима Ахмед Хаджаева с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы Мининфоком. В ходе состоявшейся беседы российская сторона ознакомила узбекских коллег с переходом на цифровое телевещание в России и предложила решение российских платформ для организации мобильного телевидения. Кроме того, сторонами был обсужден вопрос по созданию совместного телеканала с АО «Первый канал», говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече приняли участие представители Управления делами президента РФ, ВГТРК, телеканалов «Россия сегодня», «Первый канал», «Россия 24». Стороны договорились о проведении на постоянной основе специальных форумов и семинаров для пресс-служб госорганов Узбекистана. Эксперты отмечают, что, учитывая важное геополитическое положение Узбекистана в регионе, Россия желает распространить свое влияние в этой стране, в том числе в медийном плане. Восьмой семинар гражданского общества «Европейский союз ЕС. Таджикистан» по теме «Практическое применение принципов гендерного равенства в Таджикистане» прошел 24-25 апреля в городе Душанбе, сообщает представительство ЕС в Таджикистане. В семинаре приняли участие более 70 представителей гражданского общества и правительства Таджикистана, а также эксперты по гендерным вопросам из ЕС и Центральной Азии. По мнению организаторов, основная цель данного семинара – это активизация деятельности неправительственных организаций НПО Таджикистана, продвижение и защита идеи гендерного равенства в стране, в том числе налаживание связей с организациями, которые будут содействовать в этом. Глава представительства ЕС господин Хидает Бешчевич подчеркнул исключительную роль НПО в решении многих вопросов, в частности тех, которые связаны с продвижением гендерного равенства. Гражданское общество – хороший надежный партнер государства в решении такого жизненно важного вопроса, как права женщин, который непосредственно затрагивает все таджикское общество. Гендерное равенство лежит в основе европейских ценностей, и Европейский Союз постоянно уделяет этому вопросу пристальное внимание. В этой связи Европейский Союз горячо приветствует все предпринятые Таджикистаном меры по усилению защиты прав женщин и расширению их возможностей. Уверен, что этот семинар гражданского общества предоставит новую возможность для плодотворного обсуждения гендерной проблематики между представителями гражданского общества и должностными лицами правительства Таджикистана, отметил Бешчевич. Напомним, что идея гендерного равенства, то есть равенства мужчин и женщин, является частью западной культуры, которая в абсолютной форме противоречит исламской культуре народов Центральной Азии, в частности культуре таджикского народа. Субтитры создавал DimaTorzok